Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ЕИТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Восемь раз с начала суток российские оккупанты обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе. В частности, на Луганском направлении укрепления украинских военных оказались под огнем зенитной установки. На Донецком помимо стрелкового оружия использовали гранатометы. Украинские военные несколько раз подавляли огневую активность боевиков. По данным Министерства обороны, потеть в рядах защитников Украины нет. На Луганском направлении после полуночи оккупанты вели обстрел защитников Украины в районе Новотошковского из зенитной установки и стрелкового оружия. Боевые действия с применением гранатометов и крупнокалиберных пулеметов продолжались ночью и утром вблизи поселка Вильного и Троицкого. На Донецком направлении враг пять раз ввел огневые провокации из гранатометов и другого пехотного вооружения вблизи Лебединского, Гнутова, Широкина, Павла Полейводянова. За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь на Донбассе. Дважды использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. В частности, из тяжелых минометов боевики обстреляли укрепления в Крымском и Гнутово. Кроме этого, по защитникам Гнутова и Лебединского вели огонь из БМП. На других рубежах использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь в рядах вооруженных сил Украины нет. В то же время, по данным украинской разведки, на протяжении минувших суток у оккупантов двое погибших и двое раненых. Украина ввела специальные санкции против российских компаний за сотрудничество с предприятиями, наоккупированные российскими боевиками территории Украины. Как сообщили в Службе безопасности Украины, установлено, что с начала года на основании неправомерных соглашений незаконно осуществлялась перевозка грузов через закрытые пункты пропуска из Варина, Должанский и Красная могила Луганской таможни. И эти же российские предприятия пытались наладить бизнес на подконтрольной украинскому правительству территории. Украина, Германия, Франция и США готовят совместно проект резолюции о миротворцах ООН на Донбассе. Об этом на полях генансамблеи в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, документ нужен, чтобы дальше давить на Россию, которая блокирует создание настоящей миротворческой миссии, а ее полномочия хочет ограничить охраной наблюдателей ОБСЕ. В свою очередь, Украина вместе с международными партнерами настаивает на более широком мандате для миротворцев с контролем оккупированной территории, включая границу с РФ. Россия бесцеремонно нарушает международные нормы, захватывает территории и использует химическое оружие в других странах. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. А ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери премьер возложила на российские спецслужбы. Мэй назвала это покушение отвратительным. Когда сирийский режим в очередной раз использовал химическое оружие против своих граждан в апреле этого года, Британия вместе с Францией и США предприняла военные меры для прекращения этого. Когда в начале этого года Россия воспользовалась нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери, Великобритания вместе с НАТО, ЕС и партнерами выдворили более 150 российских офицеров разведки. Россия бесцеремонно нарушает международные нормы. Сейчас мы должны объединиться для предотвращения таких действий в будущем. Настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей не Руслан Баширов, а Анатолий Чипига – полковник ГРУ и Герой России. К таким выводам пришли издания «Беллинкэт» и «За инсайдер» после совместного расследования. В 2014-м его наградили званием Героя России за так называемое выполнение миротворческой миссии. Издание «Беллинкэт» считает, что награду он получил за участие в боевых действиях на востоке Украины. Детали в сюжете. Это фотография Руслана Баширова с камер видеонаблюдения аэропорта Гатвик в Лондоне. 2 марта с паспортом на это имя он прибыл в Великобританию вместе с Александром Петровым. Двумя днями позже камеры зафиксируют их в Солсбери. Там же 4 марта найдут бессознание бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. А это фото из информационной системы «Российский паспорт», опубликованной исследовательной группой «Беллинкэт». На нем человек, внешне похожий на Баширова, но уже под другим именем – Анатолия Чипиги. Выпускник Дальневосточного общевойскового командного училища, полковник ГРУ и обладатель высшего звания Героя России за участие в миротворческой операции в 2014-м. Исследователи предполагают, награду Чипиги вручили за участие в военном вторжении на восток Украины. Описание награды, а также время ее вручения указывают на то, где именно совершил героический подвиг полковник Чипыга. В 2014 году боевые действия в Чечне не велись. Россия на тот момент еще не вступила в войну в Сирии. Единственный регион, где в тот момент втайне проводились российские военные операции – восток Украины. Это, а также обстановка секретности. Вокруг получения награды указывают на то, что, вероятно, Чипыга выполнял задание именно там. В системе российский паспорт издание The Insider отыскало и второго подозреваемого по делу Скрипалей – Александра Петрова. Он впервые появляется в реестре в 2009-м. Якобы получает новый паспорт взамен утерянного. В открытой базе утерянных документов отыскать старый паспорт Петрова не удалось. В своем единственном интервью прессе телеканалу Russia Today Петров и Баширов причастность к спецслужбам и отравлению Скрипалей отрицают. Говорят, в Солсбери приехали как туристы посмотреть на знаменитый собор. Там есть знаменитый собор, Солсбериевский собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Лондон считает Петрова и Баширова основными подозреваемыми в деле об отравлении Скрипалей. Великобритания выдала европейский ордер на арест. Если россияне окажутся на территории Евросоюза, их задержат и передадут британским правоохранителям. Ранее следователи установили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, отравили нервно-паралитическим веществом типа новичок, произведенным в России. Следы яда нашли возле дома Скрипалей и в лондонском отеле, где останавливались Петров и Баширов. Вадим Гриньков, Варвара Миренкова, UATV. Берет с отличием. Под Киевом прошли всеукраинские соревнования среди военных. За право носить почетный берет цвета украинского флага состязались полсотни нацгвардейцев. Впервые вместе с мужчинами участвовали и женщины. Кто победил в этом году, расскажет корреспондент UATV Артем Хоменко. Через огонь, колючую проволоку, траншею. Полоса препятствий, первый этап испытаний. Мы же готовим людей к боевым действиям. А там как? Траншея есть? Есть. Буреломы, завалы, лес есть. Все как на местности. После первого этапа отсеивается десяток претендентов. Дальше метание гранаты. 30 метров для мужчин, 20 для женщин. Кто не добрасывает на указанный рубеж, пробегает штрафную стометровку. И в этом испытании мы никого не отсеиваем. После блок силовых упражнений и стрельбы. Военнослужащий Богдан признается. Не ожидал, что будет так тяжело. После срочной службы в прошлом году подписал контракт. Служит под Одессой. Наверное, самой сложной была силовая. Это приседания с 30-килограммовым мешком, отжимания упражнения на пресс и кантования почти 100-килограммовой покрышки на 30 метров. Впервые в испытаниях участвуют женщины. Сегодня это военнослужащие Ирина и Татьяна. Для женщин нормативы в беге и стрельбе такие же, как для мужчин. Времени на интервью нет. Ирина тяжело, но именно к такой жизни всегда стремилась, признается девушка. И уже второй год служит в Нацгвардии, командует отделением. У меня мечта была. У меня мечта быть военнослужащей с самого детства. Мой крестный дослужился до подполковника, а я пошла по его стопам. До армии я работала парикмахером в салоне красоты, но мне всегда по душе больше был спорт и нагрузки. Нормативы соревнований в этом году существенно усложнили. Некоторые упражнения кандидаты выполняли в бронежилетах. Главное ведь это не объем мышц, а дух и стремление к победе. В этом и суть наших испытаний. До финального этапа рукопашного боя из полсотни участников дошли только 10. Победителей трое. И среди них Богдан. Говорит, результатом доволен. Конечно, тело болит, но думаю, это ничего страшного. Раны заживут, а берет со мной останется. Победители получают почетные береты и возможность подлечиться и отдохнуть в лучших санаториях Украины. А также денежное вознаграждение. Артем Хоменко, Вячеслав Смирнов, ЮЭй ТВ. Уникальные артефакты. На территории усадьбы Софийского собора археологи обнаружили женское захоронение 10 века. Раскопки начали в провале, который образовался на территории заповедника. Удалось найти также свинцовую печать времен Ярослава Мудрого, заготовку для ее изготовления и торговую пломбу. Такие в 15-16 веках использовали купцы Западной Европы. Но самые интересные находки, по мнению ученых, все еще под землей. Самая старая находка и, вероятно, самая интересная. Вот это бронзовая шпилька или бронзовая булавка. Интересна она для нас тем, что это находка с определенным контекстом. А именно, ее нашли в захоронении. Что касается печатки, то уникальность ее в том, что прямых таких аналогов у нас нет. Верхняя часть с просадкой провалилась под землю. То есть самое интересное место, где могут быть украшения, и то, что поможет нам датировать провал, находится под землей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова